Доброе утро! Доброе утро! Дорогие друзья, мы приближаемся, осталось 250 километров до города Тамбов. А вы бывали в этом городе? Напишите в комментариях, кто знает, что за город Тамбов такой. И чем он славится. Чем он славится, да. Что за три животных тут прославляют город Тамбов? Ну, вопрос мой, конечно, с подковырка, но тем не менее. Вокруг луга, поля, покажи, просторы. Как мы любим говорить, Тоскана. Ну, это ни в коем случае не обижает нашу русскую землю, потому что наша Тоскана более... Наша. Наша, более красивая. Наша Тамбовская равнина, это вообще круто. На реке Цны в 1636 году образован город Тамбов. Ну, а городом он стал чуть-чуть попозже, в 1717 году. Какие фамилии прославляли город Тамбов? Это великий композитор... Смотрите, камера на 90. Рахманинов. Рахманинов. Это философ, поэт Державин. Да, Державин. А вы, кого еще знаете из тех людей, кто прославил Тамбовскую землю? Пишите смело в комментариях, мы с удовольствием почитаем. Не уходите далеко. Скоро Тамбов. Сегодня 11 ноября, суббота. 2023 год, планета Земля, Солнечная система. Коты двигаются к Москве. До Москвы осталось менее 700 километров. Да, что-то я уже утомилась. Как утомилась? Ну вот... Ты устала. Ты хочешь сказать, что ты устала путешествовать? Немного, да. Ну да, я тебя знаю. Сейчас приедем домой. Пройдет 2, ну 3 дня. И я увижу тебя, сидящий у компьютера, разрабатывающий какой-то там интересный маршрут. А потом начнется выколупывание моего мозга тупыми пилами на тему. Володюшка, а не поехать ли нам в какое-то новое путешествие? Я скажу, Алла, ты же устала. Ну, я уже отдохнула. Наверное, так и будет. Ребята, вы когда-нибудь видели туман в ноябре? До Нового года осталось 5 недель. Вот такой туман, да. Утром сегодня, кстати, был мороз. Я когда утром включил машину прогреться, было минус 3. А сейчас туман. Странно. Очень странно. Причем открыли окна, понюхали. Нет, это не гарь. Это ничего не горит. Подумали, что что-то горит сначала. Очень сильный туман. Видимость метров 50-70. Река Хопер. Река Хопер. Вот она дает такой туман, по всей видимости. Видно, температура воды теплее, чем воздуха. Ну, что-то очень долго туман. Какая интересная дорога. Кукуруза с двух сторон. Туман, березки, туман. Прям дизайнеры работают. Впереди камера на 90. Ну, что ж. Въехали мы в Тамбов. Здравствуй, город Тамбов. Не ждал ты, видно, котов-путешественников. Столбики беленькие, с черненьким. Домики какие хорошенькие вот эти. Маленький, добрый, проницальный город. Через 300 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Своей историей. Вот, по всей видимости, центр города. Дома пошли уже кубеческие. Современные и большие. Через 400 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Колокольню вижу. Это, наверное, кафедральный собор. Улица Карла Марса. Сейчас мы с тобой здесь пешком будем гулять. Конечно, пешком. Вообще, любой город нужно осваивать только пешком. Смотри, тут такие неплохие домики. А вон там какая улочка пошла. Ищем гостиницу. Хотелось бы вот здесь где-то. Вот этот красивый. Как я люблю такие бульварчики. Все, Володя, остаемся. Остаемся. Ты хотел еще дальше поехать? Нет, город большой. Москва. Да, я знаю, что ты. Хотел проехать там. Лево, смотри, какой-то деревянный, что-то. Деревянный, да. Да. Да, большой стадион. О, гостинный двор, наверное. Наверное. Гостинный двор огромный, как-то, смотри. Через 600 метров в Питере. Держитесь правых полос, а затем поверните направо. Ездим по центру города, ищем гостиницу. К одной подъехали, но далековато было. Они в центре. Гостиница, отзовись. Алло. Какая гостиница хочет принять Владимир Кота и Аллу Кушку? Отзывайтесь. Поверните направо. Резкими рывками. А затем поверните налево. Библиотека имени Пушкина. Трехэтажная. Да, четыре этажа. Ох. Как у нас библиотеки-то стали развиваться. Вот, отель-галерея. Ого. Поверните налево. Центр. Конечно. Ну, тоже хорошо. Сейчас. Еще. В городе Тамбов нам достался номер гостиницы-галереи. Расположен в самом-самом-самом центре города. В центре не бывает. Прямо 50 метров от администрации области и города. Аккуратный номер. Гостиница чувствуется новенькая. Стоимость номера на двоих с завтраком. 4100 рублей. Завтра, говорят, шведский стол. Завтра утром посмотрим. И, наверное, покажем. Душевая кабина. И все необходимое. Ну и, как всегда, Владимир Кот. Гостиница-галерея. Город Тамбов. Усадьба Осеевых. Историко-культурный музейный комплекс. Усадьба Осеевых. Музейный комплекс усадьба Осеевых является объектом культурного наследия федерального значения. Особняк Осеевых уникален как историческое место и как архитектурный памятник. Старинный усадьбный парк был заложен через год после строительства дома. В 1906-1907 годах. Сегодня является одним из самых привлекательных мест для отдыха в городе Тамбове. Вот так вот. Модерновый особняк сейчас является любимым местом для фотосессий. Особенно свадебных. Мы когда подъехали сюда, несколько машин стояло. И вон даже бедная невеста на улице плюс пять. С голыми плечами. Пытаются оставить в памяти красивую фотографию. Сейчас сама усадьба и парк усадебный являются любимым местом отдыха для жителей города Тамбова. И туристов сюда приезжает много. Мы вот сейчас попытались пройти на экскурсию в усадьбу. Оказывается, весь день уже раскуплен. А завтра-завтра нам более 500 километров ехать домой. В общем, под вопросом, ребята. Архитектором ансамбля усадьбы является Лев Кекушев. Его перу принадлежат многие творения. В том числе в Москве и в Санкт-Петербурге. Если бы мы приехали в Сопароди неделю назад, то застали бы, конечно, осень. Ох, какой дуб. Красавец. Михаил Васильевич Асеев, купец первой гильдии Российской империи, оставил жителям Тамбова вот такое сокровище, такой бриллиант, украшение всего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В древности все города, все населенные пункты ставили на берегу реки. И Тамбов не исключение. Протекает здесь небольшая река Цны. Такое оригинальное название Цны. А сейчас целое море Тамбовское выросло. Сделали за пруду и получилось Тамбовское море. Тамбовское водохранилище. Летом здесь прокат катамараны, лодки и доски популярные ныне. Таллицкоп quoi? Таллицкоп Волгоградске Ну и, собственно говоря, ну вот, да. Ну вот, да, вот вам и ссорит. Кафедральный собор Тамбова Спасо-Преображенский собор был заложен на месте старого деревянного храма в конце XVII века Святым Петеримом Памятник Святому Петериму Его мощь сейчас находится в Кафедральном соборе Спасо-Преображенский собор пережил тяжелые времена для себя в советское время в качестве краеведческого музея Возможно, это спасло ему жизнь Городской парк Традиционное колесо обозрения И часы Тамбову 375 лет Сегодня очень холодный день Температура в районе практически нуля градусов Поэтому никого народу нет Дома греются, чай пьют Одни коты ходят, путешественники по городу В Тамбове я последний раз был, наверное, лет 40 или 50 назад Город очень преобразился Конечно, ничего этого подобного не было Всей этой красоты Алла, этот мост что тебе напоминает? Не помню Ну, в Воронеже есть похожий Да? Да, в Воронеже А еще в Ярославле Помнишь? В Ярославле? Что ты не помню такого? Да, в парк культуры идет на остров Ааааааааааааа Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok В Казанском монастыре одна из самых высоких колоколей России. Храм Иоанна Предтечи Казанского монастыря Казанский мужской монастырь основан во второй половине 17 века старцем Иосифом. Храм Иоанна Предтечи. Колокольня Тамбовского Казанского Богородического мужского монастыря имеет высоту 107 метров и занимает второе место в России. После колокольни Петропавловской крепости, которая имеет высоту 122 метра. Памятник Зои Космодемьянской. Памятник Зои Космодемьянской. Тамбовское новое открытие этого года. Сколько у нас в этом году уже открытий. И это радует. Улица Советская, самая протяженная и, можно сказать, главная улица города. Раньше называлась Большая Астраханская. Продолжение следует... Раньше пыли пыль пыль пыли 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 пыли. Кто пыли 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 и мы играем вody. Повел пыли. Тамбовский театр Ныне это драматический театр имени Луначарского, а раньше дворянское собрание Скоро Новый год, скоро Новый год, а вон снегурочка идет Вот висят лампочки, вроде ничего особенного, а создается новогоднее настроение Девушка в ожидании Додо пиццы В 1910-1918 годах здесь жил военный дирижер и композитор Василий Иванович Агапкин Автор прощания славянки О кафе и ресторане Дебют в Тамбове мы узнали от таксиста Когда его спросили, где он нам рекомендует перекусить вечером Он с таким аппетитом рассказывал, как здесь вкусно, как здесь бюджетно И какие тут вкусные чебуреки Что мы поняли Нам сюда Нам сюда Что у тебя за салат? Баклажаны Я хочу сравнить, как мы этот же салат в Дербенте ели с тобой И какой он здесь в Тамбове? Баклажаны вот такие Володя, а этот чебурек посвящается тебе А то ты мне говоришь, что я все съедаю Ты меня покажи Дорогие друзья Это опять обман Она мне сказала Пусть он возле тебя постоит Я тебя сниму Ничего подобного Мой вот он У тебя два А так мы в хорошем кафе сидим Называется Дебют Дебют Демократичные цены Рекомендуем народу Мы еле-еле выбили вот этот столик для себя Но это воскресенье Суббота вернее Суббота А воскресенье вообще что будет твориться Непонятно Мы бы точно не попали бы сюда В гостинице есть небольшой спортивный зал А вот что здесь вкусненького? Кашки обязательно А как без кашек? Нам предстоит Омлет Большая дорога 500 километров А какая каша есть? Овсяная Доброе утро Доброе утро Доброе утро дорогие друзья Поверните налево Сегодня 12 ноября 2023 года Мы покидаем город Славный Тамбов Тамбовскую губернию И отправляемся На Москву Нам ехать до дома Примерно 500 километров Это 6-7 Впереди камера на полосу Тфу-тфу-тфу-тфу Часов Как видите За окном Плюс 5 Идет Холодный Мерзкий Противный Дождь Но надеемся Это слезы Тамбовской губернии О том что Владимир Кот И Алла Кошечка Так рано Покидает эту благодатную Черноземную землю Потому что здесь С толпой Еще можно посмотреть Ребят Мы Приносим свои извинения Что не съездили Усадьбу Музей-усадьбу Рахманинова Рахманинова Что они заехали В знаменитый город Мичуринск Где Через 600 метров Мичурин Коллега Аллы На своем огороде На одном дереве Выращивал по 50 сортов Яблок, груш И так далее По 50 Да то что Да может и больше И вообще занимался Научной работой Известной во всем мире Если бы мы здесь были летом Или осенью В начале То бы саженцы взяли бы Обязательно И саженцы взяли И проехали бы По всем городам И мы себе галочку поставили Что в Тамбов Надо вернуться В хорошее время года И пройтись И досмотреть Потому что Тамбов Это еще одно открытие 2023 года Для нас Город нам неизвестный Город нам Который нас поразил Город который строится Город который хорошеет На глазах Даже местные жители Это отмечают И это здорово Это здорово Когда в России Города хорошеют Когда развивается Внутренний туризм И мы этому рады А сейчас Не будем вас долго отвлекать На Москву Впереди железнодорожный вокзал Когда-то Лет 50 Я здесь бывал Именно на вокзал приезжал Ну понятно Что на поезде Да я имел ввиду А здесь кажется Даже два вокзала Какие все-таки Красивые дома В Тамбове Строили 100-150 лет назад Через 200 метров На северной Поверните налево На коммунальную улицу Это зима и набер на болото Ну предполагаю Дело к зиме К новому году А все поле зеленое И вот так всю дорогу Мы едем А у нас Слева и справа Невероятной красоты Просторные Зеленые Поля Сколько глаз Вот видят Столько зелень 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 Поля Поля Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...